Если даже мне удалось вылететь из воды, показавшись над поверхностью до пояса, то соловья полетела выше и дальше. И чё у меня такое чувство, что это сейчас будет в ближайшие кусты? Всем привет! Вы на канале Дювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить историю одного неудачника Рот Соловьина. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой дискорд. Ссылки в описании под видео, ну и погнали! Я хотел спросить её о том, как она нашла это место, но девушка передела меня вполне ожидаемым вопросом. Ведь неспроста мы с ней сюда пришли. Искупаемся? Я немного стеснялся раздеваться перед девушкой. Но когда она первая начала истягивать себя, одежду решил перебороть себя. В конце концов, это же было Соловья, самый близкий человек, который был у меня в жизни после матери. Правда, плавок у меня не было, но искупаться в трусах я считал вполне допустимым. Девушка неплохо подготовилась, мало того, что она взяла с собой полотенце, так и ещё и купальник под спортивную форму надела. Она, приглашающая, протянула мне руку и я решила, и я взявшись за неё, пошёл со Соловей к воде, которая оказалась холодной, но... Удивительно чистой. Ну, кстати, чем чище вода, тем она холоднее. Вот так вот. Девушка шла первой, не испытывая никакого дискомфорта. А я, зайдя в воду по колено, застыл на месте и не в силах сделать над собой усилие и последовать за ней дальше. Соловья опустила мою руку и, окнувшись и снова развернувшись ко мне, смирила меня несколько разочарованным взглядом. Давай же... Тебе так, наоборот, сложнее будет к воде привыкнуть. Сомневаюсь. Я ещё немного постою и догоню тебя. В развитии. Ионерка засмеялась, прежде чем я успел что-либо понять. Она плеснула в меня холодной водой и решила мою проблему с температурной адаптацией. Ох так! Ну держись! Шутливо проворчал я, не собираясь оставаться в долгу. Я брошу на пионерку целую волну брызг, от чего она забежала. Так мы и плескались друг в друга некоторое время хохочей, перекрикиваясь. А когда нам это наскучило, я подумал, чем ещё её можно развлечь. Ну, членам в жопе. Почему бы, да? Слушай, а тебя когда-нибудь кто-то бросал? БЛЯЕН! Какая охуенная тема для разговора, чтобы развлечь даму! Прозвучало ужасно судя по ее лицу У смысля воду, с колена, рук или плеч Нет, я вообще больше просто плавать люблю, чем такие вещи Хотя наша водная битва была очень веселой О, да, ты противник посерьезнее, Толика Девушка засмеялась, а я тем временем подплыл ближе Меня не покидала мысль о том, что Славе будет весело прыгнуть с моих плеч Давай попробуем, всё просто, тебе понравится Девушка согласилась, тогда я, объяснив ей, что надо делать Повернулся к ней спиной Я ощутил на своих плечах её руки, отчего по телу пробежали приятные мурашки Я вдохнул поглубже и медленно погрузился под воду Присев на дно, я почувствовал, как Славе пытается встать мне на плечи Для этого ей пришлось держаться за мою голову, впрочем, я был и не против После того, как она заняла положение, я подождал ещё пару секунд А потом оттолкнулся одна и словно торпеда прыгнул вверх Если даже мне удалось вылететь из воды, показавшись над поверхностью до пояса То Славе полетело выше и дальше И чё у меня такое чувство, что это сейчас будет в ближайшие кусты Впрочем, я успел пронаблюдать только её падение в воду со смачным бултыхом Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу время прыжка или непосредственно при падении в воду верхняя часть ее купальника каким-то образом развязалась, слетела и потерялась в воде. Прошло несколько мгновений, прежде чем Славя поняла, что стоит и сверкает передо мной своей прекрасной голой грудью, на которой автоматически остановились мои глаза. Поняв, шо шо-то тут не так, пионерка опустила взгляд и покраснела. Она с растерянным взглядом посмотрела на меня и поспешила скрыть наготу под водой. Но, как говорится, такие буйки хуй скроешь. Ой, как это получилось? Славя заметила, что я за ней наблюдаю. Сюма, ты что, в банке на меня не насмотрелся? Я запоздал и отвернулся, борясь с возбуждением растущим внутри меня после произошедшего. Хорошо, что холодная вода остужила мой пал. Не волнуйся, я уже не смотрю. Судя по плеску, девушка пыталась найти в воде свою благополучно утопленную одежду. Но, видимо, ей это так и не удалось. Видно, не судьба. Ладно, невелика потеря, куплю себе новый. Вздохнула девушка, проходя мимо меня и прикрывая наготу рукой. Когда она оказалась совсем рядом, то повернулась ко мне и лукаво улыбнулась. Ты такой порядочный и скромный. Мне очень повезло. А то, знаешь ли, при таких обстоятельствах всякое может случиться. Это чё, намёк? Я старался не опускать взгляд на то, что сейчас лишь частично скрывала почти прозрачная вода. Девушка, покрасневшая от смущения, была настолько милой, что я не удержался и аккуратно взял её за руку, взяв её за руку, притянул к себе. В конец осмелев, или охуел, я прижал её к себе и впился поцелуем в её приоткрытое от удивления губа. Она никак такого не ожидала, но ответила на мой поцелуй. Мне даже показалось, что её рука под водой потянулась ко мне. Но всё закончилось на одном мимолётном и, возможно, случайном касании, поскольку вдалеке прозвучал сигнал, призывающий пионеров на завтрак. И мы были вынуждены прерваться. Услышали мы его только благодаря абсолютной тишине, тем, царившей в этом месте. Славя отстранилась, тихонько вздохнув. Можно, конечно, было предложить ей забить на всё и остаться здесь, но вряд ли бы она на это согласилась. Кажется, нам пора, я пойду переоденусь. Смотри, не подглядывай. Не подглядывай! Мне показалось, или у нас только что что-то намечалось? Понять женскую логику было непросто, но всё-таки я постарался это сделать. К тому же, в этот раз я успел полюбоваться прекрасным телом пионерки, и у меня даже не прошла кровь из носа, как в тот раз в бане. Это был прогресс. Хорошо. Девушка направилась к берегу. Я проводил её изящную спину мечтательным взглядом. Когда Славя вышла на берег, я отвернулся в другую сторону, дождавшись, пока она оденется, и не собираясь нарушать данное ей обещание. Когда девушка вытерлась и снова оказалась облачена в обтягивающую спортивную форму, она вопросительно посмотрела на меня. Ты вылезать будешь? Ты иди, я тебя сейчас догоню. Только передёрнуть надо. Славя кивнула, видимо, вспомнив, что у меня не было плавок, и мне по-любому придётся переодеваться. Она оставила полотенце на берегу и, не торопясь, побрела по тропинке, к которой мы сюда пришли. После того, как я вытерся, переоделся и спрятал тщательно выжатые труселя в карман, я прихватил полотенце и отправился догонять мою спутницу. Под конец мы решили немного ускориться и встретиться... И встретиться нам кто-то по пути, он бы непременно подумал, что мы просто вышли на пробежку. Должен признаться, бег после купания приятно разогревал тело. Понятно, почему Славя так любила это занятие. Стань я на путь сознательного отношения к своему здоровью, может быть, стал бы таким же выносливым и энергичным, как девушка. Но пока что всё, что я мог, разумно балансировать между тратой сил на то, чтобы не от... Вставать и на борьбу со своей слабой дыхалкой и ноющими ногами. Когда мы пришли к Сталовой, ребята уже выходили оттуда, и мы догадались, что завтрак подходит к концу. Нужно было поспешить, чтобы успеть отхватить себе порции. Несмотря на наши догадки, пионеров внутри было ещё довольно много. Я заметил, что многие из них, как и Славя, одеты не по форме. Видимо, в последний день дисциплина в лагере была не такой жёсткой. Либо все уже начали собираться в путь. Когда мы взяли порции, то задачились поиском мест. Но Славя уже нашла, с кем нам сесть. К несчастью, это был не Толик с Люсей, не Лена, не Мику, не два кибернетиковые в ориентации, которых я всё ещё сомневался. А Женя... Впрочем, Славя почти всегда садилась со своей соседкой по домику. Мне было немного неудобно перед ней, после того, как библиотекарша наблюдала из окна за нашими со Славей поцелуями. Но я ни при каких обстоятельствах не хотел покидать свою любимую пионерку. Поэтому молча опустился на стул напротив Жени. А вот и вы. А я уж думала, куда вы запропустились. Бегали. Выдавила Славя. Врать было не в её стиле, но похоже признаться в том, что мы с ней проснулись раньше всех. И слиняли на озеро, было ещё сложнее. Но почему футболка сухая и совсем не пахнет? Вспомнилась мне глупая реклама. Я задумчиво посмотрел на Женю, которая с подозрением покосилась на меня. Видимо, прикидывая, насколько я способен на пробежки. Вот как это теперь и называется. Я бы тоже с кем-нибудь побегала. Побегала. Ну так. Го? Женя. Славя густо покраснела. Ничего такого не было. Ладно, ладно, я всё равно никому не скажу. Неожиданно это всё, но я рада, что у вас всё хорошо. Мы принялись за еду. На сей раз на завтрак дали сырники с вареньем и чай. Съедены они были довольно быстро, но мы пока не торопились уходить. Посматривая по сторонам и прислушиваясь к разговорам пионеров. Так, стоп, это ж, кстати, седьмой день. Последний. Это всюду слышались рассказы про то, как над кем пошутил... Блять. Это всюду слышались рассказы про то, кто как над кем пошутил в королевскую ночь. Как я понял, Алиса и Ульянка превзошли всех, прикрепив над дверью вожатую упаковку муки таким образом, что когда Ольга Дмитриевна открыла дверь, всё содержимое высыпалось на неё. И вожатая была далеко не единственной их жертвой, к слову, об Ольге Дмитриевне. Она направлялась к нам. Я на всякий случай напрягся. Я не был уверен в курсе ли она моей всей истории, которая приключилась со мной вчера. Видеолига могла каким-либо образом пронюхать, что я подрался с Толиком. Или отчитать за то, что я не отбыл положенное мне наказание после того, как с тем же Толиком помог Мику перетащить оборудование и инструменты. А могла возмутиться по поводу того, что мы со Славей пропустили концерт. Впрочем, будь это важно, она бы всё высказала нам ещё на дискотеке. Наконец, Ольга Дмитриевна подошла к нашему столику. Она неожиданно улыбнулась. Похоже, в отличие от вчерашнего дня, у неё было нормальное настроение. Даже несмотря на выходку двух самых проблемных пионерок лагеря. Пионеры, доброе утро. Завтракаете дружным коллективом? Молодцы. Семён, я была приятно удивлена, увидев тебя на дискотеке. Вы со Славей были в центре внимания. О, спасибо, Ольга Дмитриевна. А мы были на дискотеке? Блять, я этого уже и не помню. А, ну да, были точно. Извините за вчерашнее, если что. Я осознал свои ошибки. О, а я и забыла уже. Ну, я вчера тоже много чего сделала, чем не горжусь. Славя, в первую очередь это касается тебя. Я поступила непрофессионально. Она виновата посмотрела на пионерку, не зная, как продолжить. Впрочем, Славя сразу кивнула, принимая её извинения. Забудьте, Ольга Дмитриевна, всё уже позади. Я надеюсь, ты приедешь в следующем году. Извините, Ольга Дмитриевна, мне уже по возрасту не положено будет. А если в качестве молодой вожатой? Я думаю, я обсужу это с твоими родителями и напишу рекомендацию. Славя очень удивилась, но по глазам я понял, что она согласна. Я снова задумался над тем, а что ждёт меня? Не смогу ли я когда-нибудь сюда вернуться? И ты, Женя, тоже можешь попробовать себя в этой роли. Хотя и библиотекарь нам пригодится. Думаю, я тоже смогу договориться на твой счёт. Спасибо, Ольга Дмитриевна, я подумаю. Надеюсь, вы уже собрали вещи, автобус в этот раз приедет раньше. Славе эти слова шокировали, и она посмотрела на меня. Я тоже как-то не ожидал, что время отчаливать настанет так скоро. Это не связано с розыгрышами на королевскую ночь? Неужели из-за Алисы и Ульяны вы решили спроводить нас пораньше? Ольга Дмитриевна усмехнулась и покачала головой. За всю смену эти проказницы не раз вывели меня из себя, но дело не в них. Просто так получилось. В общем, да и дайте, собирайте вещи, а потом устроим прощальную линейку на площади. Мы кивнули, и вожатая пошла дальше. Видимо, сейчас она напоминала всем о том, что отъезд состоится раньше положенного. И информировала об этом тех, кто был не в курсе. Печально. Ну ладно, тогда нам, наверное, пора. Вам нужна помощь? Нет, сами справимся, но ты подходи через полчасика, поможешь сумки вынести. Отозвалась Женя, решив не отказываться от полностью моей инициативы, оказать им поддержку. А Славя бросила на меня благодарный взгляд. После того, как мы покинули столовую, предварительно убрав за собой, мы разошлись в разные стороны. Я отправился домой, собираясь высушить и надеть бельё, которое всё это время было у меня в кармане. Также я ожидал застать там Толика, если он, конечно, не гуляет или помогает своей девушке паковать вещи. Толика дома не оказалось, и следующие 20 минут я потратил на осуществление своих планов. После того, как быстро высохшие на ручке подсвеченной солнцем форточки труселя вернулись на положенное им место, я собрал свои немногочисленные вещи и, взяв пальто под руку, окинул домик тоскливым взглядом. Вынужден признать, мне тут живётся куда лучше, чем дома. С этими мыслями я вышел на улицу и, не оглядываясь, пошёл на выручку Славе и её соседке. По пути у домиков мне повстречался Толян и, разумеется, он был не один. Привет, Толян! Привет, Люся! Поздоровался я, подходя ближе. Толик был загружен сумками. Хотя, как я прекрасно помнил, у него не было вещей. Видимо, весь багаж принадлежал его девушке. И тебе приветик! Семён, куда ты пропал этим утром? Выгуливал наш цветок. Уклончиво ответил я, и Люся засмеялась так, что у меня задрожали барабанные перепонки. Для Толя... Так барабанные перепонки, они всегда дрожат, так и... Блять, они звук ловят! А звук ловится колебанием! Ну звук, это колебание, блять, воздуха, ёбаный в рот! АААААААААAАААААААح!!! Для Толяна же, похоже, этот звук был, как самая прекрасная мелодия. Поскольку глаза его заблестели, а счастливая улыбка стала ещё шире. Ой, Толя, я забыла свой набор для вышивания, давай вернёмся! По сползшей улыбке Таллина я понял, что сумки были, сука, увесистыми И таскаться туда-сюда с ними ему не хотелось А подобное, возможно, происходило уже не в первый раз Я хотел было предложить свою помощь, но вспомнил, что уже обещал кое-кому помочь с багажом И помогать с багажом он будет уже в следующий раз А сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр И всем пока!